Ка-чин! Лучших эпизодов, по моему мнению, в плане вау-фактора. Я сейчас не про Пелебина, да? Реально, вау. Все время хочется говорить вау-вау-вау. О том, с кем и о чем мы говорим, я расскажу попозже. А сейчас я вам хочу представить жителя моего стола нового. Цветочек. Потому что первая марта, ребята, первая марта, весна. Вот сейчас за окном в Москве кака. Просто холодно, снег. А в душе весна. И мы заказали это растение. Мы просим вас помочь нам его назвать. Я не знаю, он проживет в наших руках, наверное, неделю. Потому что мы в офисе почти не бываем. Будем забывать его поливать. Но сегодня он живой. Давайте его назовем как-нибудь. Называется это растение Спатифилум. Сразу понятно, что заказала Ирина его. Потому что она любит музыку. Ну, вы поняли, да? Пишите свои предложения, как назвать нам этого жителя нашего стола. А заказали мы его, между прочим, на флау-вау. Я бы даже сказал, что флау-вау наши теперь друзья. Друзья подкаста. И если вы смотрели эпизоды предыдущие, то наверняка натыкались на то, что флау-вау, это из моих уст звучало, что это международный маркетплейс, где есть цветы, живые растения, подарки, чего там только нету, с доставкой в 30 стран мира. Это международный маркетплейс. Так что, вот знаете что? Если вы девушка или человек, и тот, от кого вы ждете внимания, говорит вам, блин, вот был бы я рядом, я тебе вот привез бы букет. Эта отмазка не работает больше, потому что есть флау-вау. Флау-вау есть. А ведь на носу-то 8 марта. Это обязательное дарение цветов. Всем женщинам. И если вам женщина говорит, что ей букет не нужен в этот день, кокетничает, всем подарите. Хуже не будет. Вот. И есть мужчины, которые вот в километровых очередях в эти дни стоят. А зачем? Есть же флау-вау. Зашли на флау-вау из нескончаемого, просто бесконечного ассортимента. Выбрали букет, который, как вам кажется, понравится тому, кого вы его хотите подарить. Оплатили быстренько, обсудили в чате с тем, кто его собирает, какие-то детали. Вам прислали фото на согласование. Вы такие, о-оу-оу. Или поиграем, поиграем немножко вот. Поиграем. Поиграли. Бум. И тот, кому вы дарите этот букет, счастлив моментально. Потому что доставка от 15 минут. Что творится с этими сервисами? Как вообще это возможно? Потрясающе. Флау-вау. А еще, ребята, блогер я или кто тут сижу? Есть мой промокод. МЕЗА10. Первый раз на моей памяти такой промокод. Конечно, я бы хотел сказать, что МЕЗА это номер один. Но в данном случае 10 символизирует 10% скидку до конца апреля. Пользуйтесь. Радуйте себя, близких. Себе подарите букет. В конце концов, почему нет? Все. Флау-вау. И ждем ваших, друзья, вариантов. А сегодня у меня в гостях Михаил Владимирович Вишневский. Миколог. Кандидат биологических наук. Потрясающий собеседник. Мы с ним будем говорить по видеосвязи. Стопе. Стопе. Понимаю, что иметь живого человека здесь, конечно, приятнее. Но такого, как Михаил, хрен найдешь. Поэтому будем довольствоваться тем, что есть эта открывающая глаза беседа. Типа, что, грибы? Многие, наверное, подумали. Ну, что там грибы какие-то растут? Ребята, грибы либо погубят человечество напрочь. Либо спасут его окончательно и бесповоротно. Выберите свой путь в процессе беседы. Потому что и тот, и другой сценарий Михаил опишет. Начинаем. Замечательный подкаст. Спасибо большое. Телеграм-канал Big Numbers. Подписывайтесь тоже. В конце успел сказать. Заставку. Сережа, это я. Микрофон. Ну, поехали. Михаил Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Можно просто, Михаил. Я еще не настолько старый. Супер. Yes! Yes! Я Сережа. Вы сейчас в Самарканде. Точно. Как там в Самарканде? Хорошо ли сейчас? Крепкая весна такая начинается. Пару недель, как стаял снег. В этом году был удивительный мороз. В Самарканде он длился две недели. Температура доходила до минус 20. И мне-то чего? Я, как обычный, полуголый, выходил на крылечко дома, занимался гантельками. И мне было приятно. А вот местные жители достаточно тяжело перенесли этот погодный экзорсис. И реально умирали люди в кишлаках. Потому что в этот момент были серьезные перебои с газом и электричеством. Я тоже жил без газа и почти без электричества. Но опять-таки мне норма. И кошки, куры с наследства вот так вот брык падали. Свежемороженое с утра их находили. Погодите, а какая была температура? Минус 20. Минус 20 и много снега. Это нонсенс для Самарканда. Кто-то говорил, 50 лет такого не было. Кто-то говорил, никогда такого не было. Ну вот. А, больше всех, Сергей, пострадали ишаки. Ослики, видимо, не привыкли к таким перепадам температуры. Прямо был массовый выдох ишаков. То есть, в общем, это был достаточно серьезный природный катаклизм. Ничего себе! А глобально сейчас хорошая весна. Да, на абрикосах уже эти цветочные почки, бутончики такие приятные. У меня в дворе стоит урюк очень старый. Такой абрикос, да? Урюк со съедобными косточками. И, в общем, прямо вах. Здесь, конечно, не Москва, не минус 15. В плане погоды очень круто. Уже теперь. Скучаете, наверное, по реагентам на асфальте? По реагентам страшно скучаю. Здесь главный реагент – песок, и его почему-то очень мало. Хотя вокруг пустыни. Один козлокум чего стоит, да? Ну вот как бы не допросится зимой снега, и песка маловато. Насчет минус 20 и природных аномалий, и всего этого из ряда вон выходящего. Примерно это самое нас с вами и свело. Я тут вас сейчас, не знаю, не удивлю, может, расстрою. Но я тоже полез в интернет со словом «Грибы. Что это такое? Опасно ли?» после сериала «Last of Us». Да, вот такой я попсовый, скучный, заурядный человек. Итак, я наткнулся на вас, на ваше видео про мифы и реальность, которая показана в сериале «Last of Us». Я бы тогда начал с того, что мы хотели бы об этом поговорить, насколько там все чушь или не чушь. Но, честно говоря, мне кажется, что мало кто понимает, что такое «Грибы» вообще. То есть на базовом уровне, я вот, наверное, так вот думаю, что большинство россиян, ну, знают, что есть вот «Грибы», вот они вот там «Подосиновик», «Лисички», «Шампиньоны», их можно съесть. Это такая еда, которая растет в лесу. «Подосиновик» — это вы прямо, да, «Подосиновик» вы прямо по Фройду начали. Прямо с первого. Ну да. Да, наверное. Как вам кажется, у русскоговорящей публики, у россиян, какое представление о грибах, как вам кажется, оно близко к тому, что я писал, или далеко? Как-то неудивительно. Несмотря на то, что Россия считается классической гриболюбивой страной, к сожалению, 21 век уже вроде бы, но, как правило, представление о грибах у россиян, совершенно верно, вы все это охарактеризовали, преимущественно бытовые. «Подосиновик», «Белый», «Лисичка», пошел в магазин «Шампиньон», «Вешенка», а что это за организм, что это даже отдельное царство, да, и какие с ним связаны современные невероятные исследования, какие перспективы, чем на самом деле грибы опасны, а не всякие эти грибки на ногтях, да, и в волосах. Вот, в общем-то, достаточно грустное состояние знаний на сегодняшний день по-прежнему, и все так же, синеет луковка, да, чтобы определить ядовитые грибы, и чернеет серебряная ложка, и тонет чеснок, и чего-то там такое происходит, а если посолить ядовитые грибы очень крепко, то они почти наверняка останутся едобными, в общем, это все очень устойчиво, и сживаться, видимо, будет еще несколько поколений. На ваших плечах в том числе лежит ликбез всех, кто нас смотрит, и меня. На самом деле я полез изучать грибы и понял, о, Господи, да я понятия не имею, что такое грибы, как это сложно, как это разнообразно. Во-первых, грибы – это же не растения, хотя долгое время считались таковыми, правильно? Да, грибы – это действительно растения, они считаются самостоятельным царством жизни уже много десятилетий, примерно с середины прошлого столетия. Они прилично отличаются и от растений, и от животных. Это очень древняя форма жизни, которая, по самым скромным оценкам, насчитывает полтора миллиарда лет, и уж если брать нас, людей, по сравнению с ними, то это детский лепет. Это даже не секунда на их величественной временной шкале. Грибы умеют практически все то, что делают животные, тоже осуществлять. Это и способ питания, и они внутриклеточно устроены тоже примерно так же. У них сходные запасающие вещества. Клеточная стенка грибов аналогична хитину, которая встречается, допустим, там у членистомногих всякие раки, креветки, тараканы, да, насекомые. Но способ роста у грибов – это способ роста растений. Они не как, допустим, животные постоянно нарастают в толщину и высоту, они вытягивают своими нитями вперед, в стороны, и таким образом осваивают окружающее пространство. При этом, с точки зрения содержания всего для нас полезного, если мы отбросим ядовитое и прочее, грибы полностью совмещают в себе все хорошее, что есть в животных, и все хорошее, что есть в растениях. Поэтому грибы – это универсальный источник питания, и недавно даже выяснилось, что у них есть витамин В12, в котором прежде им было отказано. И в том числе поэтому они рассматриваются как очень недорогая и перспективная альтернатива замены всего на свете в ближайшем будущем, в том числе мяса. Грибница как таковая – это уникальная находка грибов, которая сразу отстроила их от всего остального, от всех прочих царств. Что такое грибница? Мицелий по-научному. Это система нитей. Из нитей можно сделать все. Можно уверенно попереться вперед и в разные стороны. Можно сплести любые структуры. Хобана, и вот построено уже плодовое тело. Ножка, шляпка – это же тоже все сплетено из грибницы. Можно перекидывать себя на большие расстояния, формируя шнуры и захватывая все новые и новые участки, там, не важно, почва, древесина и прочего. Вот представьте себе бактерия, она в почве, и там есть внутри пузырек воздуха. И бактерии нужно попасть вот с этой стороны пузырька на эту сторону. Что бедная бактерия вынуждена делать? По тонкой неровной водной пленке она будет вот так вот медленно переползать вот на эту сторону, я описываю полукруг. Что сделает грибница с этим же полукругом? Вот она тут высунулась, о, блин, пусто. Надо срочно что-то делать. Хоп, рывок вперед, буквально там пару минут, и она уже там. То есть скорость освоения субстрата плюс построение любых мыслимых структур, которые нужны грибам для любых их целей, вот величайшая хеволюционная находка, которая позволила им распространиться во всех, так скажем, участках биосферы, освоить все от водной до наземной формации и заодно вступить в симбиоз или начать паразитировать на огромном количестве растений и животных. Классная находка природы грибы. Да, и она куда более совершенна, чем мы, правильно? Гораздо более живучая, чем человек. Ну, в плане живучести, если сравнивать абсолютные цифры, да, наши несколько десятков лет, и, допустим, какой-нибудь опенок темный, который живет в штате Орегон, и который признан самым большим и самым старым организмом на планете, он занимает, сколько там, чуть не 20 квадратных километров, весит примерно 250-300 тонн, его возраст оценивается в 7000 лет, и это единственный живой организм, который реально виден из космоса, типа китайской стены. Ну, конечно, не сами грибы, да, вот то желтое пятно убитого им дубового леса, которое просматривается сверху в окулярчике. Да, конечно, самые живучие, самые большие, самые старые. Вау! И я обалдел, что вы говорите про мицелий, что гриб-то это на самом деле мицелий, а не то, что мы срезаем в лесу, это просто плодовое тело, да, для размножения. Совершенно верно, плодовое тело, ну, ножка-шляпка, да, в самом простом понимании обычного грибника традиционного, это все равно, что яблоко на яблоне. Ну, вот мы пришли, это яблоко взяли, там, что-то с ним сделали, а, собственно, сам организм – это яблоня, да, также и у гриба сам организм – это грибница. У грибницы точно так же бывает неурожайный год. На яблоне может не случиться ни одного яблока, и на грибнице может не вырасти ни одного гриба, бывает всякое. Поэтому вы совершенно правы, Сергей, собственно, организм – это грибница. Ну, есть исключения, грибы живут в разных формах, бывают дрожжи же, например, это одноклеточные грибы, но все равно эволюционно они представляют из себя упростившуюся и со временем распавшуюся на отдельные клетки грибницу. То есть это не какое-то молодое эволюционное изобретение, а просто когда-то грибница попала в совершенно обалденные места, вот пятизвездочные, там, где трещина на какой-нибудь коре, оттуда вытекает сладкий сок, сиропчик, или гниют какие-нибудь фруктики, да, или вот листика, на него сверху тли накапали своей этой падью сиропчиком, и вот он там настолько хорошо, что уже никуда не надо расти, никуда не надо спешить, просто лежи и ешь. И вот они эволюционно утратили эту самую несеверную структуру и превратились в дрожжи. Но глобально, прямо с первых шагов, грибы – это именно грибницы. Да. Итак, грибы – замечательные, не животные, не растения, что-то другое, отдельное царство. Вы сказали, классный источник питания, прям радость. И тут возвращаемся к ластва вас. Там первые кадры самые, в первой серии, начинается с того, что некий ученый сидит и говорит, «Ребят, нам повезло, что грибы не живут в людях. Живи они в людях, нас бы не было, и никакого спасения невозможно, потому что грибы везде. Сейчас я сижу в студии, здесь на поверхности, в воздухе где-то летают, да, какие-то там споры грибов. Они повсюду, и деться от них никуда невозможно. Так ли это, и что они повсюду? И почему описанные гипотетические события властва вас невозможны пока? Почему грибы не могут в нас заселяться, прорастать, убивать нас? Ох, Сергей, это вопрос на целую лекцию, а может быть даже небольшой цикл лекций, но я постараюсь, кратенько. Да, действительно, с каждым вдохом, ну, может быть, кроме совсем высокогорья, мы получаем от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч спор. И никакой особой угрозы для нас это не представляет, потому что наш неспецифический иммунитет на то и направлен, чтобы подобные угрозы устранять. Однако, если у нас есть достаточно серьезные проблемы с иммункой, то тут уже возможны варианты. Сейчас начну немножечко издалека. Выступление в фильме, оно, насколько я помню, датировалось примерно 50-ми годами. И очень прикольно, что хронологически оно совпало ровно с тем моментом, когда люди объявили войну грибам и начали ее проигрывать. В чем смысл? Все мы знаем про пенициллин. Аспергилл, из него были выделены штаммы. В Америке у нас наш штамм по производству пеницилла оказался даже сильнее. Мадам пеницилл такая у нас образовалась даже. И так далее, и так далее. Так вот, до появления антибиотиков, которые вырабатываются грибами, нашими главными внутренними противниками были бактерии. У нас у каждого взрослого человека есть 2-3, а то и больше килограмм бактерий, которые живут внутри. Это такой наш полезный пул. Он формируется в раннем-раннем детстве, подпитывается молоком матери. И кто грудного скормил, не получил, у того как раз все вот эти проблемы, дисбактериозы и так далее. Это называется микробиота? Супер. У нас был специалист по микробиотике в гостях. Микробиоты кишечника, да, и все такое прочее. Бибиотики, пробиотики, да, все эти современные дела. Вот. И, естественно, какое-то количество бактерий реально патогенные, это наши враги. Ну, с ними мы научились бороться. Но есть и условно-патогенные бактерии, тип кишечной палочки и много чего прочего. И за миллионы лет совместного существования мы как-то научились с ними уживаться. Но. Как только человечество получило антибиотики, ну, в любом случае, заслугу пенициллина во время Второй мировой трудно переоценить. Он реально спас миллионы жизней. Но когда врачам это понравилось, и все бактериальные инфекции, а сначала по неведению и вирусные, они начали антибиотиками лечить, массово долбить, что случилось? Выбилось. Вот эта самая условно-патогенная флора бактериальная. Одной из основных задач, как выяснилось много-много десятилетий спустя, было сдерживать грибную инвазию. Грибы и бактерии – это практически всегда яростные противники. И как только освободилось пустое место, а святое место пусто не бывает, вдруг человечество получило такую штуку, как глубокие или системные микозы. Раньше этого не было никогда. И это же заодно позволило резко усилить тем грибам, которые раньше существовали так себе, ни шатка, ни валка. Вот классический пример кандида. Ну, на языке у младенца, ну, в уголках губ она когда-то появлялась, ну, у женщин там во всяких интересных местах. Но больше ничего. А теперь это системное заболевание, которое проникает куда угодно, хоть в кровь, хоть в костный мозг. Долбит страшно. А у людей с иммунодефицитом любой природы, это вообще, особенно ВИЧ, да, и прочие вещи, это смертельно опасный противник. Таким образом, начав применять антибиотики, кстати, классический пример неправильно выданного названия, антибиотики, это как бы против всего живого. На самом деле надо было назвать антибактерики, да, вот, потому что до сих пор же некоторые врачи против вирусов антибиотики выписывают. Ну, что тут сделаешь? И, соответственно, мы получили вот это все, и последние лет 70 грибы активно осваивают внутреннее пространство человека, появились специфические профессиональные заболевания, там, например, легкие фермера, легкие дворника, диморфные грибы в Америке свирепствуют, ну, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, ну, как бы, да, теперь это да, а раньше нет. И самый прикол, Сергей, заключается в том, чем более медицински прогрессивна страна, чем более развиты у нее методы и микрометоды так называемой инвазивной хирургии, это когда тебя быстро закинули в реанимашку, и всем вот так вот утыкали скальпелерчиками, катетерами, там, все тебе повставляли, быстро хобана привели в себя, и дальше бросили уже в палату реабилитации очухиваться. Так вот, все вот эти многочисленные проникновения, они как раз в том числе и заносят споры грибов. Вот это вся больничная инфекция, аспергилы, пеницилы, всякие там, ну, я уже не говорю про бактерии, да, они там всегда живут. И сами врачи или анематологи никогда этого не видят, потому что только спустя неделю у человека, который начал в больничке в себя, в палате приходить, вот это все у него начинает развиваться на фоне, естественно, мощного иммунодефицита. Так что мы сейчас прям ай-яй-яй в этом плане. И какие перспективы? Вы описали, как бы, начало катастрофы сейчас. То есть все... Ну, нет. А еще ирония в том, что пенициллин-то мы получили благодаря грибам? Именно так. Да, это можно воспринять как грибную многоходовку. А вот сейчас мы им выдадим пенициллин, да, они его применят. И тут-то мы... И это нам откроет... Это троянский кольм, вы понимаете? Да, ну, это классический пример антропоморфизации. Нам, людям, свойственно присваивать какие-то человеческие намерения всему на свете, включая неживой природе. Солнышко светит, чтобы хорошо росли цветочки, дождик льет, чтобы растала травка, там, волки, санитары, леса, да, и все такое. Вот. Ну, это, конечно, не так. К сожалению или к счастью, эволюция работает таким образом, что она не умеет задумывать наперед. Это всегда только здесь и сейчас. Это джаз, это импровизация всегда. Исключительно. И, естественно, отбор. Эволюцию можно себе представить... Вот прям классный пример. Его когда-то придумал Ричард Докинс. Это пересборка самолета на лету. Да, вот он летит, и тебе захотелось там что-нибудь у него видоизменить. А значит, надо что-то оторвать и куда-то приставить. И при этом сделать еще так, чтобы самолет не упал. Да, любая неудача, то есть неудачная мутация, все, катастрофа. И поэтому только на один шаг вперед. И да, было бы классно замыслить. Вот сейчас я эволюционирую так, потом еще немножко так, потом так, а потом сам полечу на Луну без скафандра. Ну, я, да, там мои потомки в десятом поколении. Нет, не работает. Поэтому, да, конспирологически круто, но по факту Грибам просто повезло. И к чему все это кажется? Все хуже и хуже, да? То есть нужно... С одной стороны, мы зависим от антибиотиков. С другой стороны, мы их часто неправильно применяем. И это открывает дорогу другим заболеваниям. Правильно? Все правильно. Под каждым словом готов подписаться. С антибиотиками, а заодно и с консервантами. Еще много с чем. У нас сейчас явный перебор. Нет практически сейчас таких пород домашнего скота, птицы и даже некоторых рыб, которых бы не кололи постоянно. Потому что они же все высоко с ротовые, да? А высоко с ротовые, значит, слабые и бунные. И если их постоянно не поддерживать, будет ой, как плохо. Во Франции не так давно приняли законы перезахоронения. Раньше, по-моему, раз в 12 лет перезахоронивали. Ну, там же тесно, да? В Европе каждая страна, это такой небольшой курятник. У тебя есть три двора, ты уже король. Вот. И поэтому ротация довольно быстро шла. А сейчас там то ли 22, то ли 23 года. Потому что ты его раскопал через 12 лет, а он лежит как новый. Всем вот этим вот напичканным консервантами и антибиотиками брезгуют нормальные бактерии, черви и все остальные. А грибам это не нужно. Потому что грибы очень редкие и слабые потребители мяса. Они любят другие питательные субстраты. Вот. Так что, ну, я, к сожалению, очень сложно делать какие-то прогнозы по процессам, которые только-только начались. Я много раз говорил и буду повторять, что грибы только-только начали знакомиться с человечеством. Оно реально настолько микроскопично по времени на их шкале, что да, будут сейчас идти годы, десятилетия, столетия, тысячелетия. И если мы как биологический вид выживем, я уверен, что мы столкнемся с многими интересными штуками. Но пока грибы только так нам вот осторожненько присматриваются. Вау! То есть фантазия авторов сериала может оказаться гипотетически и не фантазией. То есть это, в общем, возможно, что грибы будут поселять... Нет, они не любят мясо. Им оно не нужно. Грибы не любят мясо, но между тем у нас есть своя патогенная флора, которую мы получили от домашних животных. Это вот эти классические лишаи, грибки на ногтях, на коже ног, рук иногда. А мозги? Мозги. В каком смысле мозги? Для них это питательная среда? Им это интересно? Интересны ли грибам мозги? Да, наши. Ну, опять-таки, если, может быть, с каким-нибудь огромным невероятным временем, почему нет? Но сейчас, если мы переходим к... Мы переходим сейчас к управлению организмом или просто освоению мозга. Если просто сожрать мозг, только в путь. Вот это? Как минимум сожрать мозг? Ну, это ради бога, да. Это как нормальный субстрат, опять-таки. Если ты человек со слабой иммункой, да, и взял, открыл хлебницу, вытащил хлеб, на который у тебя вырос какой-нибудь черный мукор, да, красивая такая плесень, которая, как ниточки, выпуская спаранги, размножается, ее видно даже невооруженным глазом. И вдохнул. Вот недавно был случай где-то, то ли в Индии, то ли еще где-то. Вот вдохнул человек, особенно после ковида. И хобана. Вот она перегородка, вот она слизистая питательная среда. Мозги в нескольких сантиметрах. Гриб прорастает. И до свидания. Все, остановитесь! Мне теперь хочется покупать каждый раз новый холодильник, когда у меня заплесневел какой-нибудь банан. А вот это уже, Сергей, другая история. Ну-ка. Если у вас в холодильнике живет плесень, ну обычно это что-нибудь такое зеленое или голубое, да, аспиргил или пеницил, хуже если... не буду вас пугать. Значит, лучше поменять холодильник. Чрезвычайно не рекомендуется есть продукты, спасать продукты, да, вот эта классика, которые начали плесневеть. Ну, срезали там корочку сыра, да, от колбасы кусок отрубили, варенье, варенье, да, сверху заросло, вот оно все зеленое. Вычерпали ложкой и раздали всем участникам. Чай, заварка, я видел лично сам, как спасают всякие. Заплесневелые соленые грибы. Ну, отгребли, но это же грибы, они грибами заросли, и пофиг, да, значит, отгребли, едим дальше. Дело в том, что аспергилы выделяют так называемые микотоксины. Микотоксин – это самый мощный гепатоканцероген, извиняюсь за свой французский, в мире. То есть вероятность рака печени при длительном употреблении и вот таком спасении плесневых продуктов вставляет почти 100% где-то через 3-5 лет регулярного употребления. При этом микотоксины такого рода, всякие афлотоксины там и прочее, они не имеют ни цвета, ни вкуса, ни запаха и неразрушимы ни при каких температурах доступных домохозяйке на кухне. То есть у них там сильно за 100 градусов порог плавления и тем более разрушения. Так что все, что связано с плеснью, лучше избегать. Вот что-то у вас за плесневело, ну и выкиньте нафиг. Если хлебница или холодильник постоянно в ней, все плесневеет, ну можно поменять прокладки, уплотнители, да, ну лучше вот как-то взять новый, более современный. Вопрос. А если плесень в доме, вот на стене появилась плесень, чуть-чуть, вот как это, пятнышко, мы все, мы меняем город, мы уезжаем в Самарканд? Ну да, как в Last of Us, да, мы смотрим на это и говорим бомбить. Да, 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 бомбить. Ну, конечно, не совсем так, ну, от пятнышка большой беды не будет, но если реально поперла плесень, обои там вот начали повисать и кушаться грибами, то тут, конечно, это серьезный сигнал, особенно если дома есть дети, пожилые или серьезно больные люди, то, ну, как минимум капитальный ремонт. Вообще в таких случаях службы вот эти, как их, которые за домами ухаживают, я не зелен, вот эти ЖКХ, да, или как их там, ТСЖ, как это все правильно называется. ТСЖ, кстати, среди бекологов, это сокращение для гриба название трутовик серно-желтый, поэтому, когда я слышу в обиходе ТСЖ, я неправильно реагирую. Вот. Так вот, в первую очередь это говорит о том, что в доме в целом или в помещении, в квартире вашей есть застой воздуха и избыточная влажность. А грибы могут зацепиться практически плесень, в первую очередь за любой органический субстрат и будет прекрасно себе расти. При этом, когда они созреют, что такое окрашивание? Пока плесень только растет, она белого цвета. Но как только она начала окрашиваться там в оттенке синего, зеленого, голубого или, не дай бог, черного, да, это значит, на ней стали образовываться споры, а споры летят. И мы их вдыхаем. И споры – это сильнейший аллерген, который может вызвать ой, чего, сколько всего разного. Ну и не говоря о том, что если вы, опять-таки, иммунонекомпетентны, то эти споры могут проникнуть в легкие, зацепиться там, и вот вам аспергилема, да, системный микоз дыхательных путей и туда-сюда. Я знаю, в Питере несколько лет назад жильцы дома какого-то подъезда выиграли суд против своего трутовика серно-желтого, да, и заставили делать ремонт. Вот. Но, в общем, в принципе, это серьезная ситуация. Как правило, это происходит там в подвальных или околоподвальных помещениях и на крышах, там, где любят скапливаться влага. Ну и это тоже не все пути попадания в дом, в квартиру, спор, да. Вот вы по весне, вообще, самый кайф. Распахнули все окна, двери, лестничная клетка, все открыто, и снаружи дворники еще вот так вот метелками херрачат все, поднимая вот эту пыль, да, в которой содержится огромное количество спора. Она поднимается по этажам, влетает к нам. А еще, Сергей, кондиционеры бывают, внутри которых все растет. Да, они, да, в них там, ты включаешь, то есть они влажные, в них поселился грибок, ты включаешь, и они в тебя просто. Я не стараюсь специально вас или кого-то напугаться. Нет, все, уже, уже. Только один, может быть, призыв, да, вот то, что я не люблю, да, это ЗОЖ. Я биолог, который вырос под кустом на чистом спирте, я делаю все, что неправильно, хотя при этом понимаю свои ошибки и стараюсь их избегать. Я живу на грибах, мне в этом году пал тос, да, но, в принципе, я считаю себя нормально сохранившимся. Но, тем не менее, главный отпор, который любой человек в любом возрасте может дать грибам, это поддержание своей иммунокомпетентности. То есть тот самый злополучный, здоровый образ жизни, и это самый внятный, четкий и, на самом деле, надежный ответ, потому что мы же не видим, что все люди во всех городах там совсем больны, умирают от грибов. Этого нет. Это значит, что пока еще на том, для того уровня, на котором нас способны атаковать грибы, мы все еще более или менее иммунокомпетентны. Да, это важно. И про то, что вы не пытаетесь напугать, нет, уже необратимые воздействия уже вами, значит, совершены. Я напуган, я сижу полностью сырой от страха сейчас. Я не преувеличиваю. Мне кажется, что нужно в какой-то камень где-то запереться. А куда? Где везде споры эти чертовы? Споры везде до стратосферы и в глубине океана. Между прочим, никто не знает, а подавляющая биомация грибов, она живет как раз в океане. Потому что там влажно. Как минимум. Ну, я могу на это все сказать. Ну, извини, борода, фигня вышла. Я не хочу пугать, но грибы действительно самые умелые в плане освоения любых субстратов на свете, включая человека. Грибы растут на стекле, на картинах, на книгах, в керосине. Было два случая падения самолетов из-за того, что там, ну, совсем я некомпетентен в технике, да, в бочках или в чем там он хранится, керосин развились плесневые грибы, когда его залили эти, не побоюсь такого слова, патрубки, если я верно его употребляю, забились, да, и хорошо, что это была грузовая авиация, да, не гражданская. Это был инфаркт самолета. Хорошая аналогия. Да, сосуды, тромбы. Да, хорошая аналогия, Сергей, да, да, так и есть. Так, а чего боятся грибы? Как нам их победить? Нет, чего боятся и как нам победить, это два разных вопроса. Хорошо, начнем с первого. Чего боятся? Чего они любят? Они любят влагу, питательные среды. А чего они вот боятся? Грибы больше всего боятся друг друга. Как мне кажется. Потому что никто не разработал такой эффективный инструмент войны с грибами, как сами грибы. И вот, к сожалению, там знаменитый полштаймец, да, у нас он в русскоязычной традиции как стеймец, да, но это все-таки немец, там, так или иначе этнически. Вот, поэтому правильно его произносить штаймец, полштаймец. Вот он рассказывает про это. Аватар, да, всемирный интернет, все подключенные друг к другу грибы, деревья, там, существа, и все это из космоса прилетело, чтобы нас поднять на какой-то достойный уровень. На самом деле, практически единственная ситуация, которая возможна между отдельными грибницами, и часто даже внутри одного вида грибов, это война. Поэтому объединить два мицелия, это абсолютно антинаучное положение. Так что, такие фунгициды, которые умеют вырабатывать сами грибы, и как успешно они друг с другом сражаются, ничего до сих пор не придумано. Да, бактерии тоже фунгициды вырабатывают, да, там, какие-то насекомые их успешно поедают, но когда стоит задача отыскать какую-то эффективную молекулу, да, которая будет хорошо повреждать грибы, то в первую очередь ученые смотрят среди других грибов, которые с этим грибом сталкиваются на одном каком-то там участке пространства. Ну, классический пример. Берем чашку Петри, берем три споры любого плесневого гриба, и только им такой вот треугольничек. Они разрастаются, начинают сближаться, и потом, вот оно, вот сейчас должно быть объединение, они все сольются в экстазе по системе Де Труа, да, ни хрена подобного. Между вот этими тремя секторами, ну, я понимаю, что рисовать пальцами в воздухе это плохой стиль, вот, но прямо возникают три четкие канавки между ними, где мицелий меняет цвет грибница на желтый, да, и это свидетельствует о начале мощной биохимической войны. То есть эти зоны навсегда останутся пустыми, они будут сражаться, пытаться расти, подавлять друг друга. Вот, как живут грибы на самом деле друг с другом. Поэтому, да, аватар круто, конечно, но вот как бы немножечко против природы. Окей, у меня в легких поселился гриб. Из-за того, что я иммунослаб, допустим, то я это могу вылечить только укрепляя иммунитет или я могу как-то воздействовать на гриб? Как его разрушить? Ой, Зина, поздно пива не пить, когда почки отварились. Если гриб уже сидит в легких, Сергей, то как бы иммунитет укреплять поздновато, да. Беда в том, что, ну, сейчас есть очень специфические препараты против грибов, но буквально до последнего времени это была реальная проблема, потому что, в отличие от тех же бактерий, которые безъядерные организмы, да, прокариоты, кто в школе учился, может даже вспомнить это слово, грибы – это эукариотические организмы, то есть они содержат, их клетки включают ядра. И поэтому глобально мощная убивающая химия, которая справится с клеткой гриба, она с приличной вероятностью справится и с нашими клетками тоже. И поэтому до сих пор основной метод лечения вот этих грибных инвазий внутренних – это не химию, там какая-то и прочая терапия, а это хирургическое вмешательство. И, в общем, выглядит все это достаточно печально. И с рецидивами, да, и все остальное. Поэтому лучше, конечно, не допускать. Не идти работать там в опасной профессии, да, особенно в сельское хозяйство, агрономию, все, что связано с обработкой почвы. Дворником не идти, не работать на мусорных свалках, где концентрация вот этого всего спора, она просто зашкаливает. Или соблюдать меры предосторожности, которые кто бы, когда соблюдал Сергея, вот вы видели когда-нибудь, я не знаю, работника этого мусоровоза, который ездит, из него еще выходят несколько людей, да, все эти баки закидывают. Хоть кого-нибудь из них вы видели когда-нибудь в респираторе? Я нет. А казалось бы, да, это прямо вот жизненно необходимая штука. Их просто беспокоит, ну, неприятный запах, и иногда чуть-чуть грязно, а по факту там столько спор. Ну, я уверен, что их никто и не инструктирует по этому поводу, вот прямо глубоко убежден, как говорили наши депутаты. Ну, это реально, есть целая группа профессий, которая реально связана с угрозой получения или спорного отравления, ну, заражения, да, и внутренней микозы, или вот этого всего, что так или иначе называется грибками, которые садятся на кожу, на волосы, лишаи там, да, и так далее. Да, можно заразиться от животных, погладил там котенка и дальше лечись, да, вот, но есть большое количество профессий или занятий, которые связаны с чрезвычайно повышенным риском получения грибка. Ну, вот, например, любые работники водоканалов, да, или все те, кто носит специальную обувь, которая способствует обильному поту отделению, начиная от ягерей там и всяких, ну, кто там у нас ходит в сапогах, да, вот все, кто реально подолгу ходит в сапогах. Дальше работники любых пищевых предприятий, особенно связанных с выпечкой хлеба, да, и наличием сахара, маленький заход в The Last of Us, да, здесь же, там тоже такой сюжет мелькал, ну и так далее. А, спортсмены, спортсмены, особенно те, которые связаны с работой на татами, так или иначе, вот борцы все эти там, да, которые быдыщ бросают друг в другу, там, брызги пота, влага, вот, все оно летит. И вот как раз там вас и ждут грибки на этих татами. Душевые кабины, бассейны, ну, все, прямо вот это места, где в первую очередь к нам грибок и приходит. А в России не меньше 20%, так или иначе, поражены грибком, а в Европе даже больше. Какой кошмар. А почему мы с вами беседуем только о каких-то мрачных вещах, ведь у грибов есть много светлых сторон. Да, давайте про них поговорим. Кстати, у нас, вы, кстати, не первый миколог у нас в гостях, у нас здесь был Владимир Епифанцев, если вы понимаете, о чем я. А, ну, я бы назвал его тогда не микологом, а, скажем так, этномикологом. Или даже нет, энтеромикологом. Энтеромикологом. Я сам себя позиционирую в первую очередь как этномиколог. Да, этномикология – это довольно молодая наука, ей где-то 60 лет. И она занимается любыми взаимодействиями человечества и грибов на, скажем так, ментальном уровне. То есть, начиная от анекдотов про грибы и грибных рецептов, да, и заканчивая тем, как энтерогенные психоделические грибы выстроили большую часть современных религий. Вот прямо вот микофобные цивилизации, микофильные цивилизации, вот это вот все. И сейчас уже вообще микологии как науки давно нет. Да, она просто стала уже настолько велика, как сказать, там, я не знаю, я занимаюсь биологией. Ну, сразу, как минимум на прошлый вопрос, какой? Да, потому что, ну, биология – все, она уже распалась на тысячу отдельных наук. Микология – то же самое. Сказать, я миколог, ну, как бы это сказать, что я биолог. Так вот, в этномикологии уже, как большой науке, выделился раздел энтеомикологии. Это как раз влияние психоделических грибов на сознание человечества, развитие человечества, формирование религии, все эти там саспенсы и все прочее. Даже уже сейчас введен блестящий совершенно термин в современном научном сообществе, про Россию молчу, да, который звучит как биологически индуцированная истина. То есть прописан биохимический... Да, вот прямо, Сергей, запомните это слово сочетание... Биологически индуцированная... Вау! То есть показана работа молекул энтеогенных грибов, какое именно влияние они оказывают на человеческий мозг, чтобы это влияние было трансформировано в визуализованное откровение. То есть понятно, как рождаются религии, а внутри религии секты, ереси, вот эта вот вся фигня. Так вот, Епифанцев, да, надо вернуться к чему начали, он яркий этномиколог. И в свою очередь энтеомиколог, потому что энтеомикология – это то, что он регулярно и настойчиво исследует практически. Это такой полевой ученый, экспериментатор, который, как Кох, ставит эксперименты на себе, и за это ему большая благодарность, потому что он прекрасный объект для наблюдения. Что он объект для наблюдения? Да, и он еще одно время был активный популяризатор энтеомикологии. Да, конечно. Он же был у меня на моем мухоморном ритуале. Я в плане исследования свойств мухомора проводил мухоморный ритуал, и он у меня там присутствовал. Мы вообще с ним немало общались. На самом деле классный мужик, очень добрый. Это один из хит нашего прошлого года, подкаст с ним. Это просто жемчужина. Охотно верю. Ну, его иногда заносят, потому что у него отстроена исследованиями голова. Но за это мы его и любим. Да, это проявляется. Ну, безусловно, классный мужик. Я с ним с огромным удовольствием общаюсь. Он сейчас мне звонит, консультируется по всяким там лекарственным, грибным вопросам. То есть в плане микрофармацевтики, а не энтеомикологии. Ну, в общем, да, конечно. Это яркий гость, кто бы спорил. Михаил, вы знаете, что есть версия, что человечество начало мыслить и говорить благодаря грибам, которые вызывали психоделические эффекты? Здравствуй, Маккена. Да. Я проходил мимо и слышал эту теорию. Я не знаю, кто автор. Насколько в научном сообществе эта теория считается легитимной, как вы скажете? Нет, ну, легитимная теория считаться не может. Так, чтобы вы были в курсе, с современной точки зрения теория это гипотеза, получившая финансирование. А в те времена все еще было более или менее по-настоящему. Поэтому, да, был такой Теренс Маккена. Очень эко, вега, природа, ориентированный человек, чрезвычайно образованный, начитанный. Его брат Денис жив до сих пор. Это действительно большой ученый-биолог. Вот, ну, то, что он сформулировал до наших дней, дошло под названием теория упоротой обезьяны. Теория упоротой обезьяны, ну, как бы, да, как бы из песни слова не выкинешь. А вы специально ждали, когда я воду наберу в рот? Я сейчас чуть не брызнул. Ну, обратно извини, борода. Значит, теория упоротой обезьяны состоит в том, что с точки зрения Маккены, значит, как все было? Ну, он, как любой нормальный биолог, признавал, что эволюция человечества началась в Африке. И вот первые гоминины, там, ну, гоминиды, неважно, они, встав на задние конечности, в поисках пищи и воды, шли за стадами скота. Этот скот оставлял за собой лепехи. На этих лепехах вырастало то, что преследуется на территории Российской Федерации. Вот, и люди, потребляя из-под лепех личинок вкусных, жирных, да, и прочее, заодно прихватывали вот эти штуки, тут вау, ого-го. И корова становилась небесно-голубого с отбельсками цвета, слегка расплывалась и начинала издавать удивительные звуки, и вообще в голове формировалось всякое. И вот это вот постепенно начинало формировать у них и даже прям целая цепочка превращений. То есть общая гуманизация происходила с точки зрения Маккенны у людей, подавление эго, стремление к коллективизму, да, и заодно яркие вот эти вот инсайты, озарения, они приводили к тому, что формировались первые культурные навыки, начала формироваться речь, а дальше уже поперла там история, искусство, религия, все туда. Ой, ну, звучит это, мягко говоря, наивно, да, то есть с реальной эволюционной точки зрения это не выдерживает никакой критики. Хотя бы в плане гуманизации, растворения эго и прочего достаточно представить себе майя и ацтеков, да, чьи жреческие верхушки, они, я знаю, жрали псилоцибиновые грибы круглый год, и при этом с макушек переробит по специальным канавкам скатывались вырванные из груди сердца, да, и текли потоки крови. И никакой гуманизации псилоцибиновые грибы с ними, да, и растворение эго, и, в общем, всего прочего не причинили. То есть как бы при прямом прочтении, да, и прямом понимании Маккена его теория выглядит очень нехорошо, плюс в ее основу он положил неправильно понятую им статью, в которой один из исследователей показал, что псилоцибин влияет на определенные характеристики глаза и зрительные функции. Тогда еще можно было работать с псилоцибином, по-всякому его испытывать. И Маккен сказал, блин, да псилоцибин же улучшает зрение, это вообще старт эволюции. И вот ребята, значит, встали на ноги, прозрели, устремили взгляд вдаль, и вот с этого в том числе все пошло. Потом автор этой статьи сам высмеивал Маккена. Но если мы отойдем от прямого понимания, то на самом деле парень-то был прав, и мы зря над ним смеемся, и зря его ругаем. Когда нам сейчас теперь уже действительно понятен механизм возникновения биологически индуцированной истины, когда у человека возникает вот это просто положенное ему в голову грибами, духовное, психоделическое, абстрактное, как угодно можно называть, какое-то метафизическое начало, это действительно здорово стимулирует всевозможные развития и в первую очередь формирование института, древнейшего института шаманизма. И вот дальше отсюда уже все остальное. То есть, в принципе, очень странно, это тот самый случай, когда, используя неверную интерпретацию, и, в общем-то, часто неправильные факты, умозрительный человек выдал верную концепцию. Да, грибы действительно помогли сформироваться человечеству, начиная еще с его африканской колыбели, и дальше способствовали становлению очень много чего, именно в плане духовности и, в первую очередь, сначала примитивных религий, а потом продвинутых. Так что, как бы, да, Радмакена можно ругать, но так с пониманием. Да, здорово. Я, помните, спрашивал, могут ли грибы съесть мозг, как они относятся к мозгу? Вы сказали, что, в принципе, могут просто съесть, но они еще могут на него повлиять, да? Вот этот психодорический механизм, он какой? А это совсем... А, ну, опять-таки, влияние какое? Влияние в плане биологически индуцированной истины или влияние в плане управления поведением? Конечно же, первое. Пока что мы говорим про психоделики. Пока что первое. Хорошо. Влияние... Ну, есть две большие группы веществ грибных, которые по-разному влияют на нашу психику. Первая группа – это алкалоиды красного мухомора, в первую очередь, мусцимол. Вторая группа – это псилоцибин, псилоцин. Их аналоги – это уже не алкалоиды, а трептамины, да, серотониновые группы, которые влияют на нас совершенно по-другому. И разница между воздействием тех и других колоссальна. Если мы возьмем псилоцибиновые грибы, то их влияние, в первую очередь, мягкое, психоделическое. То есть, у человека высвобождается вот это вот его подсознание, при этом он сохраняет полный контакт с окружающим миром, он видит какие-то внешние проявления странной формы, перетекания поверхностей, цвета, звуки, синестезия может наступить. То есть, можешь начать видеть, как звучит цвет или как цветом окрашивается, звук, чего только нет. Обычно это достаточно мягкое воздействие, но представьте себе такое воздействие на древнего человека, который считает, который одухотворяет горы, молнию, да, и вообще везде живут духи, и все живое, и все с тобой взаимодействует, а еще есть какой-нибудь главный смотрящий или группа главных смотрящих, да, у кого пантеон, у кого единый бог, да, тотемы там, что только нет. И вот эти вот все проявления, они, конечно, могут очень крепко перенастроить мозги в самую разную сторону, и тот человек, который первым, допустим, в группе племенной получает такой опыт, у него хороший шанс выбиться в шаманы, а это уже формирование религиозной верхушки, да, соответственно, социальная иерархия, да, сначала она была чисто военная, допустим, да, там, верховный вождь с хорошей дубиной, если что-нибудь так захерачил тебе по черепу и сказал, что есть вопросы, нет вопроса, значит, все самки мои, да, вот. Вот, а тут совсем другое, и вот становление института жречества, да, или управляющих шаманов, это прямо чисто психоделическая история, потому что остальным страшно вводить в себя такое состояние, а потом нельзя, потому что шаманы и жрецы – это те, кто довольно быстро приватизирует использование психоделиков и табуирует это использование для других, вплоть до страшных и даже смертельных наказаний. И вот оно все уже первое социальное слоение человечества и понеслось. То есть тут очень много чего связано с псилоцибиновыми грибами и с мухомором. Мухомор – гораздо более жесткая штука, вот, и наш энтомиколог, который был у вас в прошлом году, это яркий тому пример. Погодите, вы сказали, что это мягкое воздействие, но при этом жесткий эффект. Псилоцибиновые грибы – мягкое воздействие, да, с их псилоцинами и аналогами, мухомор с его мусцимолом – это чрезвычайно жесткий эффект, это то, что когда-то наш гарант назвал словом «обнуление». И поэтому мы видим колоссальную разницу между теми культами, которые мягкими, природными, да, которые выстроились на основе псилоцибиновых грибов и жесткие, патриархальные, вертикальные, вот все там аврамические религии, да, с жесточайшим, строжайшим подчинением, которые выстроились на основе мухомора. Поэтому, как бы, разная химия и разные человечества на выходе. Да, да. Ха. А псилоцибин и алкалоиды – это продукт жизнедеятельности грибов, да? Или это то, из чего они состоят? Псилоцибин – это, в случае человека, это молекула двойного назначения. Значит, изначально псилоцибин был выработан содержащими его грибами как инструмент для защиты от насекомых и червей. То есть, вот подползает, там, какая-нибудь почвенная нематода, да, к грибнице псилоцибинового гриба. Или, какая-нибудь мушка садится на шляпку, да, и вот они начинают ее грызть. И вот так бы они ее грызли уверенно, и день за днем, а так он или она, или оно, да, делает один раз ням, задумывается что-то, второй раз ням, а третий уже вроде и не тянет. То есть, изначальное предназначение псилоцибина – это снижение аппетита. Это такой примитивный базовый способ ограждения, ну, или снижения, да, вот этого поедательной нагрузки в малых каких-то там масштабах. Вот. Потому что нематода не съест всю грибницу, но все неприятно, да, лучше даже и этого избежать. А потом вдруг, совершенно как обычно случайно, оказалось, что псилоцибин – это такая штука трептоминового ряда, которая прекрасно умеет связываться с определенными там рецепторами в нашей голове. И то, что просто убивало аппетит у насекомых или почвенных червей, оно вдруг вот так вот ба-бах дает по голове обычному человеку. То есть, конечно, псилоцибиновые грибы не специально для нас придумывали эту хитрую штуку. Для них это всего-навсего инструмент отпугивания тех, кто хочет их немножко пожевать. Поэтому в природе всякое бывает, это нормально. В случае мухомора примерно то же самое. Мусцимол, его главный действующий алкалоид – это, скорее всего, либо какой-то противопаразитический или антибактериальный инструмент, либо вообще какой-то побочный продукт, который накапливается в плодовых телах. В чем прикол грибницы, да, чтобы вы понимали. У грибницы нет выделительной системы. Она, известно, не умеет посрать. А вот грибница – это по своей сути – это вечный всасывающий всей своей поверхностью организм. Причем всасывающая сила огромная. Да, конечно. Грибы, пробивающие асфальт, да, вот эта способность накопить в себе давление – это прям нормальная история. Так вот, она все это всасывает, всасывает, какие-то там идут метаболические процессы, накапливают шлаки, отходы. И чем менее удобный для усвоения субстрат, тем больше их накапливает. Самый неудобный субстрат – это древесина, лигнин. Да, лигнин. Грибы вообще единственные на планете организмы, которые умеют его перерабатывать. Ни насекомые, ни бактерии, ни черви, никто. Только грибы. И вот на этих путях, там, фосфорного, азотного метаболизма, я извиняюсь, да, накапливается огромное количество отходов. А куда девать? Грибница, вот она живет, ей нельзя это держать в себе. И поэтому, естественно, решение, она выгоняет плодовые тела, и они, опять-таки, да, продукт двойного назначения. Одно их предназначение – это выработать на себе или в себе споры и раскидать их, размножиться. А весь внутренний объем наполняется шлаками, отходами. И вот она их туда качает и качает. А потом сезон закончился, все оно сгнило, отпало, отходы удалены. Погодите, грибы, которые мы едим, это какашки? Ну, скорее, мусорные баки. Нет, вот эти вот кабинки, куда люди находятся. Нет, нет, это какашки, как вы и описали. Нет, это именно кабинки, вот как, да, на улице стоят кабинки, ты зашел, выдал все, что надо, закрыл. Вот это снаружи кабинка – это гриб, а все, что внутри, это то, что грибница туда накачала. И, как обычно, совершенно случайно оказывается, что что-то из этих шлаков, отходов, для нас лекарственное, что-то ядовитое, что-то галлюциногенное. Но, опять-таки, мы все происходим от какого-то одного общего предка. Даже кто в курсе, на себя не показываем, мы, конечно, этого никогда не делали. Но если хорошо поесть псилоцебиновых грибов, то после этого 5, 6, 8 часов, а то и больше, совершенно не хочется есть. Как и у насекомых, против которых это было… То есть, вот этот древний механизм, он направлен на такие базовые характеристики живых организмов, что работает как на мушке и нематоде, так и на нас. Да, но у нас есть еще и… Это не баг, да, это фича. Да, у нас есть еще и бонус, да, вот, помимо снижения аппетита. Вау, вау. Мы сейчас вернемся к псилоцебину и алкалоидам, которые вырабатывают мухоморы. Но сначала поговорим про легальную сторону всего этого. Вот мы сейчас говорим про воздействие на сознание всех этих веществ. А что законодательство говорит? Вот мы… Где грань? Это все как? В воздействие на сознание, да. В свое время, в 50-е годы, США, вот этот вот проект Ультра, как его там, Ультра М, Ультра МК, как он назывался? А, МК, МК Ультра. Вот, посмотрите, если интересно, это там при ЦРУ огромная контора с филиалами по всему миру, которая занималась исследованием всевозможных психоделиков, наркотиков, антиогенов на мозг человека для того, чтобы получать контролируемых агентов, спящих там агентов, да, вот это вот все. И, среди прочего, активно использовался для этого псилоцибин, то есть им показалось, что это перспективно, потом они от этого быстро отказались, потому что поняли, что никаких перспектив за псилоцибином нет. Потому что это не инструмент контроля, это, наоборот, инструмент раскрепощения, высвобождения свободы воли. И сейчас уже есть несколько работ классных совершенно английских и американских, которые показывают, что люди, регулярно употребляющие псилоцибиновые грибы, вот они все вот эти эголите, фротерните, да, они за мир во всем мире, они против правительств, они природоориентированные, они за ответственное потребление, и это совершенно четкая статистика. Вот, поэтому в плане контроля нет, это не работает, но в плане эффективной, допустим, самотерапии или групповой терапии, это прекрасная штука, причем довольно мягкая. Очень многие люди после первого опыта употребления псилоцибиновых грибов, они могут прилично поменять свою жизнь. Ну, ты наелся, да, там, вышел, хорошо, если к морю, там, или на пушку лез, ну, или хотя бы в тишине, псилоцибиновые грибы не любят, да, вот этих всех помех. И ты начинаешь понимать, что вот такие твои проблемы, они вызваны детскими травмами, да, и такими-то. Да, и вот, на самом деле, вроде, та работа, на которой ты работаешь, она не очень тебе подходит. И та девушка, на которой ты женат, это вроде бы уже не та девушка, на которой тебе надо было бы быть женатым. И та местность, где ты живешь, она вовсе тебе не подходит. И люди осознают это, подрабатывают, да, и меняют решения, которые часто достаточно кардинально меняют их жизнь. Я уже не говорю там про тяжелый случай, рак, да, и прочее, когда это просто помогает себя отстроить, понять, что ты это вселенная, вселенная это ты, вот этот классический случай энтеогенности, ничего не прекращается, это уже биологически индуцированная истина, да, и ты входишь вот в всю эту систему, понимаешь, что ты ее неотъемлемая часть, ну, помрешь их лет с ним, как бы вселенная этого не заметит, а ты в ней все равно останешься. А вот если мы говорим о мухоморе... Погодите, погодите, подождите, мухомор, да, апцилоцибин, он в нашей стране, вот вы знаете, он вот... А, мухомор... Гладко стелите, захотелось, захотелось ускорить свои, значит, занятия с психотерапевтом чуть-чуть, понимаете, да, и сэкономить, но это с точки зрения закона. Для этого, Сергей, вам нужно выехать за пределы Российской Федерации, потому что у нас и сами грибы, и псилоцин, псилоцибин, и их аналоги, а это еще 5-6 веществ, запрещены, то есть, соответственно, сбор, хранение, распространение, да, вот это вот все, культивирование. Это все приличные статьи, которые в зависимости от того, как благодушно будут расположены органы, да, насколько будет трезвым прокурор и все прочее, где-то там от двух до восьми лет составят. Мне постоянно люди пишут, ну, это не очень частые случаи, да, но я точно могу сказать, что я несколько человек вытащил из этой системы, потому что я знаю, как с этим бороться, я же все-таки меколог, да, и я и в некоторых случаях, даже в случае культивирования, я людей буквально вот там от восьмерки, не двушечки, восьмерки спасал. Вот, но, к сожалению, нет. В цивилизованном мире сейчас много где псилоцибиновые грибы легализуются. Это и многие штаты США, и Канада, и для медицинских исследований там много стран Европы и Азии, потому что где-то, ну, лет десять, что ли, назад, я сейчас так уже не вспомню, конечно, были проведены с ними эксперименты, которые просто опрокинули до сих пор существующие психотерапевтические установки. До этого момента считалось, что ядро личности, вот есть такой термин, да, и такая плотная штука, как ядро планеты нашей, да, туда практически невозможно вторгнуться, то есть, чтобы провести какое-то эффективное психотерапевтическое вмешательство, надо эту штуку раскачать, там какие-то новые установки засунуть, поработать с неправильными. Вот если тебе 30 лет и больше, то нужно там минимум, не помню, то ли 10 сеансов, да, чтобы эффективно туда проникнуть всякими вот этими установками и болтологией. Вот, и дальше еще десятки сеансов, чтобы внести какую-то коррекцию. Выяснилось во многих повторяемых экспериментах, что при использовании микродоз псилоцибина, ну или псилоцина, неважно, да, эффективность вторжения в ядро личности наступает с первого сеанса, с первого. Это фантастика. Вот, поэтому сейчас уже там институт строится, где псилоцибиновая терапия. И Бигфарма проводит соответствующие испытания при клинические, клинические. Уже есть там много стартапов, которые инвесторы при поддержке Бигфарма вывели уже в первую, прошла там вторая стадия. Еще 2-3, ну максимум 4-5 лет и появится официальный препарат с псилоцибиновыми грибами, который будет вот так вот использоваться. Но у нас, к сожалению, обычно все работает по системе умерла, так умерла, да, то есть если уж что-то запретили, то как бы и все. При этом забавно, что в случае любых там, ну вот условно растительного и грибного и животного происхождения наркотиков, галлюциногенов, антрогенов, там называется как угодно, да, наше законодательство, оно абсолютно зеркально американскому. Вот если в Америке, то есть полностью отсутствует собственное законотворчество. Если в Америке что-то приняли, а вот запрещаем там, не важно что, и Богу. Там, правда, не запрещено, нет, запрещено, ну, в разных штатах по-разному. И значит, надо подождать немножечко времени, несколько месяцев, годик-другой, и у нас это тоже будет запрещено. Но там возможен откат, да, вот, а здесь, ну, пока я ни одного случая не наблюдал. То есть, еще раз, разведение, распространение пцилоцибинов. Сбор, хранение, распространение, выращивание, да, в любых проявлениях. А употребление? Употребления нет, как бы, если ты быстро засунул в рот один грибочек, тебе никто ничего не сделает, не успеет. Или нашел в лесу и съел. Вот нашел в лесу, это надо очень аккуратно. Потому что, допустим, у тебя на даче, на травке, да, выросли те самые грибы, вот, и какой-нибудь сосед, или это, маски-шоу, да, застали или сфотографировали тебя в тот момент, когда ты нарвал, вот, срываешь его, хотя бы даже просто рассмотреть. Или ты даже говоришь им, что ты предпринимаешь меры по уничтожению запрещенного гриба, да, на своем участке. Вот. То, как бы, это уже может потянуть на сбор. Опять-таки, зависит от настроения. Поэтому очень аккуратно. Пока такая темная какая-то здесь история. То есть, все пока не урегулировано. Нет, все урегулировано как раз так, чтобы в любом случае можно было трактовать не в вашу пользу. Вот, допустим, раньше можно было проскочить, да, покупали споры. Через интернет заказывали споровые отпечатки псилоцибиновых грибов. Ты положил шляпку там на фольгу или на бумажку, с нее насыпались споры, получен споровый отпечаток, как такое солнышко, да, повторяет по форме пластинки, как споры сыпятся. И вот ты это принес, значит, получил. И как бы, если у тебя вот такое находили, да, то тебя не могли привлечь, потому что раньше была формулировка плодовое тело. А плодовое тело – это сам гриб, но не грибница и не споры, которые с него насыпались. И вот тут можно было проскочить. А сейчас это может пойти сразу по двум статьям, потому что, во-первых, плодовое тело переформулировано на биологический вид, на организм, да, организм – это как бы уже все, включая запах. Да, а во-вторых, вот этот споровый отпечаток может трактоваться как подготовка к культивированию в особо крупных размерах. Всех, кто нас смотрит, слушает, имейте это в виду, не играйте с этим. Да, то есть сейчас скачать нельзя. Нельзя прийти с формировкой для научных исследований, тоже раньше иногда прокатывал. Нет, все вот полностью по всем параметрам закрыто. Хорошо, я где-то слышал, что вот эти психоделики могут помимо каких-то позитивных воздействий, да, и как можно более быстрой встречи с бессознательным, да, вот то, ради чего психоанализ нужен, чтобы ты увидел свое бессознательное. Они могут на самом деле спровоцировать шизофрению быстрее у тех, кто к ней предрасположен. Это правда. Такие исследования известны как минимум для двух грибных молекул, да, это ЛСД и псилоцибин. Сейчас уже достаточно хорошо расшифрован тот генный пул, который передается, да, наследственно, и который отвечает за возникновение, возможности возникновения в шизофрении, или при ее наличии за усиление этого заболевания. И для того, чтобы это произошло, да, или возникло, если есть предрасположенность, вот не повезло тебе, да, сидят тебе такие гены, или усилилось, если ты уже немножко ку-ку, а вот уже, чтобы было совсем ку-ку, то этот процесс запускают определенные тригеры. И триггерами могут выступать самые разные штуки, там, всякая химия и алкоголь, и в том числе психоактивные вещества, наркотики, психоделик, что угодно. Я не хочу врать, потому что я не помню точных цифр, но для ЛСД очень ориентировочно, я помню, что это где-то 8-9% вероятности. Это не все любые люди на свете взяли, сожрали ЛСД, да, и каждый десятый стал шизиком. Нет, это 8-9%, специально еще раз подчеркиваю, уточняю, среди тех, кто обладает этим генным комплексом шизофрении. То есть, на самом деле, это очень маленький процент человечества. И в случае псилоцибиновых грибов, по-моему, в зависимости от популяции, человеческой популяции, да, раз там и всего прочего, это где-то от 1 до 3%. По мухомору, поскольку массово человечество его употребляют только последние несколько лет, такой статистики пока нет. Но условно мы можем экстраполировать, что, как и ЛСД, это спарлинья, грубо говоря, да, и псилоцибин, это псилоцибиновые грибы, то и мусцимол, да, соответственно, мухомор, может выступить таким триггером. И тогда, да, вот ты захотел там себе боевую дозировку или даже просто сам безобидный, может быть, микродозинг попробовать, да, не побоюсь таких слов, и бац, у тебя кукуха уехала надежно и навсегда. И ты уже постоянно клиент больнички, и с этим уже с подавляющей вероятностью ничего не сделаешь. Да, такая вероятность есть. Это надо признать. Да, Михаил, у вас есть книга, которая называется, проглотил, «Его величество мухомор». Вот прям «Его величество мухомор», который как раз содержит алкалоиды вот эти, да, которые, ну, прям, такие, прям, боевые, боевые единицы воздействия на мозг. Почему такое сильное воздействие на мозг и вообще... Вообще, меня в школе учили как? Мухомор просто ядовитый гриб, его нельзя есть. Съешь – умрешь. Ну, не знаю, с какой части вопроса начать. Начну с книги. Это старая книга, ей уже 10 лет. Она мне уже сейчас совершенно не нравится. А, тогда, простите. Нет, нормально. Ну, как бы, у меня вообще многие спрашивают, а какого хрена ты вообще меняешь свое мнение? Вот, там, пять лет назад ты говорил так, а сейчас говоришь так. Ну, я говорю потому, что я не зашоренный мудозвон, я следую, так сказать, всем веяниям науки, я внимательно все отслеживаю. Если я вижу, что научная парадигма сменилась, то я ей следую, а вовсе не упорствую, да, в каких-то своих высказываниях, которые оказались заблуждениями. В этом смысле книга «Его величество Мухомор» там нет заблуждений, но там и, к сожалению, отсутствует вся та реальная глубина, да, в которую я проникся за 10 лет с момента выхода этой книги, потому что она еще не отражает ни мои мухоморные ритуалы, ни исследования, связанные с совместной работой с учеными-этномикологами по всему миру, то есть новое понимание, глубина, ширина, там, все что угодно. Эта книга, это, так сказать, отражение моего первого восторга Мухомора, да, и там есть много лишнего, много ненужного, и очень мало практической, интересной и, главное, новой современной научной информации. Поэтому у меня условно замыслена книга, которая, значит, раз это была «Его величество Мухомор», следующая будет называться «Империя Мухомора». Мухоморы наносят ответный удар, мухоморы в космосе, мухоморы в космосе. Мухоморы вмещаются, мухоморы против псилоцибиновых грибов. Да, годзиллы и мухоморы, да. И снова «мухомор», да, потом. Вот, это все можно сделать, конечно, но я не думаю, что я доберусь до нее, у меня уже много чего накидано, конечно, раньше следующего года. Так вот, почему такой интерес к такому опасному грибу? Потому что, с точки зрения этномикологии, мухомор – это системообразующий гриб. Это космогонический элемент большинства, по крайней мере, северных и всех современных авраамических религий. Это гриб, на котором отстроилось практически все. Вот представь себе, Сергей, вообще, как он выглядит, да? Представляете себе мухомор? Плодовое тело, да. Плодовое тело, да. Да, ну, конечно. Представлять грибницу – это непродуктивное занятие. Вот, клубень сидит в земле, да, из него поднимается ножка. На ножке есть кольцо посерединке и дальше шляпка с белыми точками. Вот, соответственно, к космогоническому представлению народов с севера всей Евразии и даже с севера Америки – это аналог скандинавского ясеня и драссиля. То есть, подземная часть мухомора – это подземный мир со всеми соответствующими существами. Кольцо на ножке – это наш срединный мир, на котором стоят горы, текут реки, пасутся олени, живут люди, да, возводятся там видвамы. Вот, шляпка – это верхние миры со всеми божественными сущностями. И точки на шляпке – это звезды, да. А ножка – это путь между всеми этими сферами, слоями реальности, которые их объединяют. И ножка – это заодно путь шамана, которого ведет мухомор через все эти слои реальности. И вот эта вот штука… Кстати, число белых точек, да, тоже интересно отражено в мифологии. Допустим, в Лапландии, в старинке, до сих пор считают страшной удачей найти мухомор с семью белыми точками. Потому что семь белых точек на небе – это, Сергей… Какое-нибудь созвездие? Созвездие какое-то. Большая медведица. Большая медведица, да. Которую у северных народов, соответственно, называлась большая лосиха, да. И вот это прямо, если ты… Это как вот когда в моем детстве, я не уверен, что вы это заставили, если ты в автобусе, там, в троллейбусе отрывал билетик, у которого сумма первых трех цифр совпадала с суммой в трех вторых, его надо было сожрать. И как бы все, под тобой останавливалось колесо сансары, и ты получал перерождение бромином в следующей жизни. Вот, здесь, ровно тоже история, если седаешь шляпку с семью белыми точками, ты приобщился к небу, и все. То есть, вот этот мухомор и благодаря своему виду внешнему, да, который как бы копировал модель вселенной, а когда мухомор молодой, он только высунулся из земли, это же первое яйцо, да, из которого, он же реально в форме яйца, он потом разрывается и начинает там вот это все разворачивать. Это то, вообще, на чем строится космогония подавляющего большинства народов, да, нашей планеты. Первое яйцо. Окей, символизм. И плюс то, которое наказывает на голову, да, в придачу еще к своей космогоничности, ну, как бы все, откуда еще растить любые религии, как вот из этого объекта. Поэтому мне мухомор чрезвычайно интересен. Я изучил бездну литературы, которая описывает начальные мухоморные культы, трансформации их, да, шаманские практики, потом религиозные практики, сомы индоиранская, да, вот это вот все. Потом уже иудаизм, христианство и так далее, и так далее. Все выросло из мухоморного культа и прямо совершенно четко, ярко это прослеживается. Написаны уже вот такие монографии на эту тему. И даже церковники перестали этому возражать, хотя в нулевых годах еще такие робкие писки с их стороны раздавались. То есть и с точки зрения символизма, и воздействия на культуру, и то, какой это гриб, это очень интересное... И прямого воздействия в том числе на голову, да, где-то это было экспроприировано шаманами полностью, да, в более поздних культах всегда было экспроприировано жреческой там или церковной верхушкой, где-то... Вот коряки, классный народ, у них было разрешено все всем. Там были добрые шаманы, веселые жители, и коряки прекрасно ели мухомор, когда он был доступен, и все веселились. А у Чукчи, не дай бог, да, там прямо вот... Или сам один главный шаман, или только застань тебя за сбором мухомора. Именно поэтому, Сергей, вам в школе объясняли, что мухомор это страшный ядовитый гриб, и если ты съешь, умрешь. Потому что с тех давних-давних времен остался вот этот вот флер табуированности. На самом деле, красный мухомор это очень слабый ядовитый гриб. И чтобы реально ему травиться, нужно съесть где-то 10-12 килограмм сырых грибов. Ну, такие две приличные корзины, да. Для сравнения, проще убить, там, я не знаю, съел полкило соли и до свидания. Да, вот как бы гораздо проще. И поэтому, когда уже ушла сакральность, а сакральность всегда теряется, да, выхолощивание религий, десакрализация их, это естественный путь любой религии, особенно чем она старше становится. И вот остался, а, блин, вроде нельзя, а чего нельзя, непонятно. А, наверное, потому что страшно ядовитый. Ну, не будем его есть, да, и вот дальше так оно пошло. Вот, а по факту-то двойна за красный мухомор отворил, все волшебство слил в унитаз, да, и вот, потому что в отвар выходит все интересно, и дальше жаришь его, там, тушишь, варишь суп, как обычно, нормально съедобный гриб. Вот поэтому вот этот вот флёр сакральности, он и до наших времён донёс то, что нельзя. А почему нельзя, все уже давно забыли. А псилоцибин он не содержит, он содержит алкалоиды, там какие-то там названия есть. Да, алкалоиды, мускарин и его, ой, прошу прощения, мусцимол и его предшественника ботеновая кислота. И это очень сильное воздействие на голову оказывает, правильно? И ботеновая кислота, это слабый нейротоксин и практически вообще не энтеоген, а вот мусцимол, он, во-первых, не токсичен вообще никак, что классно, да, и оказывает мощнейшее воздействие на голову. Это антагонист ГМК-рецептора и главное воздействие, которое он оказывает, это снижение электрической активности головного мозга. Именно поэтому в 90-е годы прошлого века его начали активно исследовать как противоэпилептический агент возможный. Потом и уже дошло до третьей стадии, уже обезьянок помучили там высших приматов, вот, но потом было 10 лет перерыва, совершенно неожиданно и непонятно почему, нулевые и даже позже годы. Видимо, случилась война двух фарм, одна из которых двигала мусцимол, а другая там что-то другое, что и занял рынок. Но вот сейчас, где-то с 18-го или 19-го года снова возобновлены исследования по потенциальному применению мусцимола как противоэпилептического препарата. И, кстати говоря, вот клиенты моей грибной аптеки, да, в курсе, что у меня грибная аптека есть. Если не в курсе, то она у меня есть. Немножечко к самому рекламу. Вот. И то по отзывам наших потребителей прям очень хорошо. Именно в плане эпилепсии и микродозин красного мукомора работает. Погодите, Михаил, у вас есть грибная аптека. Да. Но мы же выяснили, что законодательство это трактует как что-то плохое. Или только пацилоцибиновые истории. Конечно. Мы ни в коем случае не занимаемся ничем противозаконным. Мы даже более страшные вещи делаем. Мы, честно, платим все налоги. Даже с НАЛО. Вот. Поэтому. Потому что я вырос еще в советские времена, и я знаю, что такое игры с государством. Вот этим я не занимаюсь категорически. Вот. Поэтому красный мухомор на территории России полностью легален. Легален для него сбор, хранение, распространение. Жалко его нельзя выращивать. Да. Потому что вырастить его можно только вместе с лесом. Иначе никак. И на его основе мною разработан целый ряд препаратов. И в том числе микродозин красного мухомора, который сейчас вот так вот кругом обсуждается. Я автор этого проекта. То есть я вообще создал это как индустрию. И поэтому, да, наша грибная аптека, она активно посещается. Там все это приобретается. Ну, если мухомор запретят, соответственно, в России мы не будем его реализовывать. Но у нас уже большая сеть по всему миру, так или иначе, работающая. Как у грибов. Знаете? Ну, в принципе, мухомор – это один из 30 лекарственных грибов, которые у нас в аптеке есть. И для нас он прочь среди равных. Там же у нас ежовик со всей его когнитивкой. Да, и РШИ для спокойствия. И всякие сборы и смеси грибов и растений. Я не буду рекламировать сильно. Кому интересно, забивайте грибная аптека Михаила Вишневского и вперед. То есть у нас это уже не фунготерапия, и тем более не бабка там что-то растолкла опять с такой уступки. У нас реальная микрофармацевтика, потому что я отслеживаю все современное. У нас есть там свои базы, есть лаборатории. И продукция у нас в капсулах или в виде экстрактов. Они там кусочки в пакетиках, как сейчас еще кое-где сохраняются. Поэтому, если что, то милости просим. Я буду рад. У нас есть консультанты и все такое. Вы знаете, я так много слышу про микродозинг, про биологически индуцированные истины, что начал задумываться. Интересно, а подойдет ли это мне? А мне это можно? Вот окей, с чего начать? Вот я такой, открыл сайт вашей грибной аптеки. С чего вы можете мне посоветовать? Ну, если есть желание так или иначе, значит, смотрите, в первую очередь мы не торгуем сырьем. То есть мы не Россия, продающая нефть, мы продаем высокотехнологичный продукт, прошедший часто многократную обработку, многоступенчатую. И тот же микродозинг, общее время подготовки у нас занимает не меньше трех месяцев. И гриб проходит целую кучу этапов, там, всяких технологических операций. Если вы себя чувствуете неуверенно, у вас бывает депрессия сезонная, например, тревожность, да, какие-то пограничные состояния, вы хотите успокоить голову, перестать реагировать на проблемы, хотите избавиться от алкашки, например, вообще классный способ, нормализовать сон. Вот с курением бабушка Натрая сказала, да, в случае алкашки прямо совершенно стабильно, почитайте отзывы, отзывы на сайте, да, сайт FungiLine, как грибы и линия FungiLine.com на правах рекламы, да, вот, то тогда в таких вот, в общем-то, ну, понятных и естественных для современного человечества, да, погруженного в эту депрессивную стрессовую среду, вот микродозинг у красного мухомора ровно то, что вам нужно, в нашем случае он совершенно безопасен, детоксицирован, стандартизован, да, и так далее, и так далее. Ну, там все очень подробно на сайте описано, давайте не будем превращать стрим или как подкаст, да, в полностью мухоморную штуку, но если вы чувствуете, что у вас есть очень серьезные психологические проблемы, вы не понимаете, зачем вы живете, да, или у вас есть какие-то настолько серьезные проблемы, и при этом вы не религиозны, да, или религиозно, но не помогает и не знаете, как их решить, или, допустим, в каких-то более мягких случаях, вот, например, там, вы, типа, меня возрастная супружеская пара, нам по 50, я на себе не показываю, но все хорошо, да, мне мухомор, у нас с женой, да, мне мухомор давно все рассказал, скажем так, да, я больше к нему не обращаюсь, потому что я уже все понял, я и мухоморные ритуалы перестал проводить, потому что для меня это, для них это было откровение, для участников, а для меня это был полевой эксперимент, да, я вот все это смотрел, считывал, записывал, слибал, вот, и как бы, когда я понял, что ничего нового уже не увижу, а я, ой, чего только не видел, вот это вот прямо отдельного подкаста достойно, я вам больше, чем Епифанцев расскажу, потому что он был либо участником, да, либо самоучастником, он работал либо с собой сам, либо как участник группы, да, а я-то все это вел, и десятки раз, и не только в России, вот, вот в случае таких серьезных вещей, в случае пары, да, ну все, дети выросли, там, работа разная, что делать вместе, непонятно, все надоело, и прямо вот это критично, да, вот тоже туда, это уже не псилоцибиновые грибы, и мусцимол красного мухомора, в отличие от подавляющего большинства всех остальных антиогенов и психоделиков, работает таким образом, что та реальность в результате вот этого электрического обнуления, да, которое он тебе показывает, она абсолютно неотличима от реальной, ты на 100% туда погружаешься и видишь только ее, она может частично совпадать с внешним миром, а может вообще не совпадать, вот в случае псилоцибиновых грибов, надо их закинуть, вот у меня в углу стоит гитара, да, вот у меня в углу стоит гитара, и я вижу, что она вот какая стала странной, куда-то устремилась, да, и цвет у нее необычный, но я понимаю, что это гитара, и она стоит в углу, и вот это вот мой кабинет, а в случае псилоцибинга, в случае мухомора, да, ты абсолютно не в состоянии отличить нереальный мир, в котором ты оказался, от реального, и более того, что еще страшнее, особенно для новичков, которые не научились работать с этим грибом, мы говорим сейчас о боевых дозировках, да, микродозинг и боевые дозировки, это категорически разные вещи, это единицы, деленные вот друг на друга в каждом случае, он, мустамол, имеет свойство обрушивать тебя в циклы, ты можешь проживать жизнь за жизнью, да, там, или событие за событием, день сурка, там, вся вот эта вот фигня, и каждый раз ты это делаешь заново и честно, и, к сожалению, очень часто оказывается, что в конце цикла тебя ждет смертный опыт, скорее всего, Епифанцев должен был об этом рассказывать, да, и ты умираешь по-настоящему, и это капец, и вот когда вдруг ты снова возвращаешься в исходную точку и думаешь, блин, какое счастье, это было не по-настоящему, но только ты не можешь понять, ты еще здесь, да, или все-таки ты выбрался, и это может повториться 2, 3, 4, 5, раз, 7 у меня был случай, и вот когда уже человек из всего этого выныривает, да, и вот все, что я рассказывал про псилоцибиновые грибы, там, детские травмы, не та работа, жена не очень устраивает, он, когда в себя приходит, говорит, бля, какое счастье, что у меня была детская травма, это же значит, у меня было детство, да, какое счастье, что у меня вот есть нелюбимая работа, это значит, я работаю, и прямо вот хожу туда пешком, своими ногами, и дышу по дороге, вдыхаю воздух прямо внутрь, и все это у меня есть, и оно работает, вот это вот настоящее обновление, и ты сразу понимаешь, что все твои проблемы, это настолько не проблема, и все, что тебе казалось, что у тебя плохо, вот это такая ерунда, и вообще жить хорошо, и очень многих людей часто первые две недели после вот такого шокового опыта, да, шоковой терапии, они, у них есть эффект, они прямо яснее, ярче видят окружающий мир, у них появляется юношеская легкая подпрыгивающая походка, они вот совершенно по-другому ориентируют себя в этом мире, но в одиночку такими вещами заниматься можно только таким людям, как я, потому что, я уже говорил, да, я спокойно, как дохлый лев, я прекрасно себя контролирую, у меня очень ровный психоэмоциональный статус, а психоэмоциональный статус – это один из первоочередных моментов, который формирует будущий мухоморный трип, и если у вас там всякие закидоны, лоббильная психика, вы словно конгрессии, самоагрессии, да, еще чему-нибудь, то лучше, конечно, вместе там с ситером или проводником, или еще чего-то такое, но глобально в боевых дозировках для новичков красный мухомор, это ни в коем случае не just for fun, да, как в случае псилоцибиновых грибов, это может быть страшный, по первому времени травмирующий, шокирующий опыт, может быть, бэт трип, да, про пантерный мухомор, я вообще молчу, это очень злой гриб, да, вот, так что очень аккуратно нужно с боевыми дозировками, именно поэтому мы никогда не продаем, и я призываю там других коллег по рынку, моих подражателей, да, которые за три года существования грибной аптеки наросли, да, и тоже пытаются там как-то продавать мухомор в разных видах, ну, действительно нельзя продавать шляпки, их там купят школьники, сожрут, офигеют, да, потом их, значит, родители сполошатся, поймут, что они плохие родители, приедет скорая, отвезет их в больничку, там с ними, конечно, ничего не произойдет, их зря промолуют, вставят капельницы, они утратят репутацию, скорая прокатается, зря, можно было бы их просто оставить дома и через несколько часов они бы нормально пришли в себя в порядок, ну, так устроена наша медицина и вообще наш мир, да, поэтому вот как-то аккуратно надо с красным мухомором, это очень сильный гриб, это растение-учитель на самом деле, когда ты уже научился с ним работать, да, с красным мухомором, то уже никаких циклов, никакого смертного опыта, ничего, ты как бы начинаешь беседовать со своим глубинным я и на самом деле, как шаманы, для чего был шаман и мухомор, вот он закинул себе семь, там, девять или пятнадцать шляпок, всегда нечетное число, потому что грибы общаются друг с другом парами, да, и вот из пятнадцати семь пар общаются друг с другом, а последний пятнадцатый берет в пару тебя, да, и ты с ним начинаешь разговаривать. и вот ты, шаман, формулируешь вопрос, там, богини дождя, слушай, тетка, значит, через, тут все истощилось, куда нам стадо гнать, вот, через неделю, да, уже все подсохло, и она вся такая в каплях дождя ему материализуется, обнаженка, и говорит, значит, так, чувак, вот через три сопки на северо-запад, он говорит, блин, клево, я так и думал, ну и все, и возвращается назад, все, значит, что здесь происходит на самом деле? На самом деле, когда мусцимол снижает электрическую активность и дает тебе доступ вот в эти собственные глубины, да, которые зашорены повседневной текучкой, на самом деле ты советуешься со всем своим жизненным опытом, который становится тебе доступным, да, когда я говорю, мухомор говорит тебе, я говорю с мухомором, ну, это аллюзии, образы, да, надо понимать, да, что я биолог и просто использую простые слова, а я не буду говорить, что мусцимол запускает каскад, там, биохимический, ну, это нормальному человеку это не нужно, вот, и ты получаешь доступ ко всей глубине своего жизненного опыта, и у тебя мозги эффективно вытаскивают оттуда ровно то, что тебе надо, и ты выныриваешь и говоришь, ох, да, вот я сформил вопрос, в какой вуз поступать моему сыну, и теперь я знаю, что это будет мгимо, да, вот, вот, вот для чего на самом деле нужен мухомор, или вот у меня там есть такие проблемы, как мне их решить? Но это никогда не бывает с первого раза, кому-то надо 3, кому-то 5, чаще 10 и больше сеансов, да, но на самом деле мухомор это или собеседник, если ты сам с собой как бы и сам себе доверяешь, да, одного уровня, либо это твой учитель, если ты человек сомневающийся, да, во многом и в себе в том числе неуверенный, это наступает, это всегда прозрение, да, это откровение, это выглядит обалденно, вот, есть, подобрал я однажды такой пример, если ребенка маленького или там Маугли декоря из леса вытащить и посадить перед старым телевизором, у которого еще кинескоп, да, вот эта жирная туша, которую в детстве мне нравилось разламывать, оттуда всякие цветные, доставать эти там кладочки, да, и кинескоп раздолбить громким звуком, а то и в кострок бросить, вот, у него на экране изображение формируется как развертка, там вот такие полосочки, да, разноцветные, источник состоящие, и вот если человек, который никогда не видел телевизору, перед таким кинескопным телевизором посадить, он будет видеть только эти полосочки, и ты ему говоришь, вот, смотри, там это, то, а у него полосочки, у него это не складывается квартира, и, наконец, вот подходишь к нему сзади, даешь ему подзатыльник и говоришь, бля, ну, это же Микки Маус, и у него в двух глазах дыщ, да, это же Микки Маус говорит, вот, и все, и с тех пор он больше никогда Они видят вот этих цветных полосочек, а видят нормальное динамическое изображение, черно-белое или цветное. Вот, ровно так работает мухомор, но не с первого раза. И когда вы увидели Микки Мауса, дальше вы начинаете общаться с мухомором уже как с собеседником или учителем. И ни циклов, ни смерти, ничего. Епифанцев, боюсь, еще не вышел из стадии полосочек. Ну, или у него какой-то очень свой специальный подход. Да, но я не могу без него за него говорить. Он хороший человек, и единственное, что он отказался принимать участие, у нас есть музыкальный проект, мы написали песню про микродозинг, но не грибной, а микродозинг любви. Про человека, который, знаете, не дает много внимания женщинам. Отказался участвовать? Эх, ну ладно. Ну, может быть, он боялся выступить в том плане, что его бы начали ассоциировать с главным героем в этой песне? Да, проблема в том, что он одно время слишком активно это нес, и теперь боится этих ассоциаций. Что ему навредило, видимо, его профессии это дело. Так что мы все понимаем, не лезем, всех уважаем. Да. Михаил, невероятно интересный вы собеседник, невероятно интересный собеседник. Я вот подозреваю, что отклик в комментариях будет такой, чтобы мы вас позвали еще раз, и вы нам рассказали те самые наблюдения, которые вы вели, как организатор этих мухоморных церемоний. Мне были, конечно, с одной стороны, не очень хотелось ассоциироваться вот с этими всеми шаманскими делами. А с чем бы вам хотелось? Да, мне шаманы говорят, Миша, ты наш, бросай свою херню, нафиг тебе эта наука, иди к нам, у тебя есть предмет силы. И показывают вот на мою вот эту цацку, а мне просто нравится эта штука с камешками, мне ее жена подарила, и я из нее много лет не вылезаю. Вот, и так далее. То есть для меня это наука, Сергей, поймите, да, то есть для меня это полевой эксперимент, да, эксперимент в поле с людьми, добровольцами, да, это чрезвычайная интересная, ну да, конечно, поделюсь, мне не жалко, это на самом деле интересные знания, и я даже уникальные знания получил, я видел действующего шамана, который вслух проговаривая это, пытается вырваться из мухоморного трипа, перед этим сказав мне, что умеешь сейчас я тебе покажу все техники, духи помощники, якоря, вот у меня чувак с бугном мне отстучит, да, и я там полчасика похожу, и оттуда вынырну. Я ему говорю, друг мой, ну вот, поверь мне, что бы ни было, пока мустамол тебя не отпустит, 6-8 часов тебе обеспечит, он говорит, сейчас, ага. Да, и вот, ну, когда через 6-8 часов он вернулся, да, вот за это время я получил бездну совершенно уникальной информации, да, ну и так далее, я много чего могу рассказать. Да, поэтому, Михаил, много чего можно сказать, но не только про мухоморы, это ученый, человек, который занимается грибами во всех их проявлениях. Михаил, что за все те годы, что вы изучаете грибы и царство грибов, вы поняли про гриб вообще, вот есть какое-то такое, про грибы вообще, да, есть какое-то такое откровение, что вот вас нахлобучило, ага, интересно, я вот окончательно понял, что грибы это что-то вот такое или иное. Пожалуй, есть, пожалуй, есть, и оно оформилось достаточно недавно, и к моему собственному удивлению, но если выразить его совсем кратко, грибы это то, что нас спасет. Грибы спасут человечество. Они с ним воюют, они его где надо убеждают, но как инструмент на самом деле вытаскивания из чего угодно, из экологических катастроф, из проблем с питанием, со здравоохранением, с синтезом новых материалов, с нанотехнологиями, да, с чем только нет. Вот реально грибы это то, что в ближайшие несколько десятилетий, сейчас это уже началось, и это будет колоссальный тренд, и я рад, что еще по ходу своей жизни, да, я не настолько старый еще, я точно знаю, что я все это застану. Грибы нас спасут, и грибы нам помогут. Мы должны научиться с ними договариваться. В хорошем научном смысле этого слова. Вау! Вот на этом мы и закончим. И, возможно, мы с вами увидимся еще раз, и вы раскроете более глубоко то, на чем мы остановились сегодня. Михаил, огромное вам спасибо, я больше вас не задерживаю. Спасибо большое, Сергей. Вас ждет работа, жизнь. С удовольствием, если что, зовите. Бережа, это я, и микрофон. А, а, о, о.